Александр Залкинд представляет Катрин Зетта Джонс Оливер Коттон Бенисио Дель Торо Мэтью Карьер Художник Джилл Парондо Оператор Алек Миллс Монтаж Мэтью Гленн Композитор Клифф Эйдельман Сюжет Марио Пьюзо Авторы сценария Джон Брайли, Гэри Бейтс и Марио Пьюзо Продюсер Илья Залкинд Режиссер Джон Гленн Духи и специи Для сеньора Да Я передам твой привет сеньоре Спасибо Дурки Северок занят Константинополь И Святая Земля Они знают, что мы должны через них торговать Они требуют крови Когда-нибудь они ее получат Но не сегодня Ты куда? Сук, посмотри, что могут он найти Христофор, будь осторожней На этом острове люди исчезают бесследно Сколько? Только сто динаров Но цвет Попробуйте, это годится даже королю И королю-то не по карману Надо же, корабль полный такой ткани Корабль? Нет, сеньор Колумб Это просто через горы, через пустыни, через Индию Индию Никогда ничего подобного в жизни не видел И не увидите Вы читали про Марко Поло? Его пшессия к великому хану Где стоят дома С золотыми крышами Где слоны, украшены бриллиантами Даже моя лавка Там будет считаться лавкой бедняка А, карта Подробности прибрежной линии Другой Такой точной карты нет Да, но киос слишком велик Это наш остров Сколько? Вы из Генуи, да? Так, посмотрим Дукаты, да? 80 Нужно было поторговаться Генуи, да? Вот твои специи Выбирай Кристофальд Мои вещи Занимайся лучше своей профессией И бойся геноистов Они сыновья дьявола Придет день, мой друг Когда ты улыбнешься судьбе А она не улыбнется в ответ Если такой день Настанет Харана Я буду надеяться Что ты будешь рядом со мной Я вижу Кристофор Колумб Вы пришли Полностью готовыми Монсеньер Камош Это мой сын Диего Я потерял жену Два месяца назад Дону Филиппу Я буду молиться за ее душу Спасибо, монсеньер Но то, что я покажу вам Мне стоило шесть лет жизни И почти Всего моего состояния Если ли ваши карты Столь же убедительны Как и ваш язык Я не только представлю вас Королю Иоанну Я поддержу вас Пять лет Я плавал в Исландии На Канарские острова К Африке Синьер Колумб Это наше море Португальские капитаны Много плавали По этим морям Чаще, чем вы Но всегда около земли Ваша светлость А Колумб нашел Мечто очень интересное Выброшенное на берег Очевидно с запада Это кофе Города Сантон Дальше Сипандон И другие острова Это все одно большое море Марко Поло назвал его Океанское море Ваше море Море Марко Поло Земля круглая Как сказал Аристотель Как нам говорят Современные космографы И я считаю Что ваше море И море Марко Поло Это одно и то же море И лучший путь Достичь Индию Это не через Турк И не через Африку А поплыв прямо на запад Через одно Большое Океанское море Это очень рискованный план Синьер Колумб У меня есть доказательства Я же все продумал Ваша честь Хорошо Если мы согласимся Рискнуть И снарядить Такую экспедицию Какая награда ждет вас Я должен стать Губернатором Всех открытых земель Я и мои наследники Должен получать Одну десятую Всех доходов Торговли Португалией Это абсурд Ни один португальский капитан Не получал таких денег Но ни один португальский капитан Еще не плавал в Индию Может быть Нам создать совет И обсудить это Да Вы очень необычный человек Синьер Колумб Для меня будет большая честь Если вы останетесь В моем королевстве Мне будет очень приятно Придеть у себя Синьера Колумба Очень хорошо Лорд Гуако Значит договорились До решения совета Карты останутся у нас Чтобы рассмотреть их внимательно Синьер Колумба Испания недалеко Там мы будем в безопасности Беги сын мой Мой друг Ты боишься Что португальцы будут первыми Это возможно Но это будет очень нелегкое путешествие Я отправлюсь во Францию К французскому королю А ты не говорил с нашей королевой? Нет А с королем Фердинандом? Как мне добиться того Чтобы они меня приняли? Все их помыслы Все их деньги Сейчас связаны с маврами Крестовыми походами Против них Прежде чем Личным совещанником Королева стал Тарквемада Личным священником Был наш человек Он устроил так Чтобы тебя приняли И герцогом Один и Челли Очень любящий Космографию Человек Может быть Расстанется частью своих денег Если я заверю Что я действительно Сам верю В то Что можно пересечь Это океанское море Пересечь его И вернуться Есть один секрет Который я не говорил никому Тебе я скажу Но только на исповеди Чтобы ты не мог Клятывать данные Господу Никому никогда Об этом рассказать Если это правда Да Богатство мы будем Получить невообразимое Но стоимость Такой экспедиции Очень значительная А что вы можете О себе сказать Синьор Колумб Я служил многим Благородным монархом Ваше величество Принцу Анджуйскому Королю Португалии Португалии Почему он не послал вас Король Иоанн Хочет все еще Обогнуть Африку Ваше величество Если у Африки Вообще есть конец Да Если он найдет Конец Тогда Португалия Станет самым Великим Европейским королевством 700 лет Мавры Правили Испанией Моя мечта Всегда была в том Чтобы Бог Дал мне корону Косильскую Чтобы когда-нибудь Я смогла вернуть Наши земли И вернуть их В христианство Разумеется С поддержкой церкви И с поддержкой Моего мужа Который так Храбро на поле боя Бог еще не даровал Мне Отчисления Моей мечты Но, Синьер Колумб Ваши мечты Еще более дерзки Во все Индии Привезти Слово Божье В Индию В неизвестный нам Супанго Сделать то, Что говорил Господь Бог Апостолам Идите И учите Слово Моему Пусть лучшие священники И ученые Рассмотрят Ваше предложение В Генуе Ваш отец был кем? Мой отец Был Потомком Галета Дальмари Основателем Генуэзского банка Если Этому быть Если Этому быть В любом случае Спасибо, что Вы пришли Синьер Колумб Опять отправиться С тобой В плавание Да ты что Кристобальд Я с тобой Даже в ад Готов отправиться Диего Харана За тебя Я может быть Даже верну его Если Судьба Улыбнется нам Беатриса Мои карты Кто из вас Кристофор Колумб Я Ты должен идти с нами Нет, нет Я уверен Бодяться нечего Синьер Колумб Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Королева, знаешь, что меня допрашивают? До тех пор, пока дело не передано в трибунал его святейшества, допросы и признания начинаются секретными. Имя? Христобальд Колумба. Ты соблюдаешь правила церкви? Да. Ты знаешь, почему тебя арестовали? Я не могу даже вообразить. Цель инквизиции спасать души падших христиан. Я не падший христианин. Ересь очень заразна. Она заражает многих, кто считает себя невиновными. Но душа, удалившаяся от Господа, может быть, даже не зная того. Обратный путь полон боли и страданий. И первый шаг на этом пути – признание. Пытка. Пытка может заставить меня признаться в том, что не есть истина. Но для того, чтобы быть истинным верующим, ты должен знать, что несправедливый смертный переговор – это высшая слава. Умереть во имя веры в вере – это путь на небеса. Это моя цель – попасть на небеса. Но, может быть, не таким путем. Я могу узнать, почему вы сомневаетесь в моей вере. Я смотрел свои рукописи. Пресвятой Августин, блаженный, говорил, что океанское море пересечь нельзя. Синьер Колумб, а вы хотите усомниться о церкви? Нет. Не в вопросах веры, Ваша милость. Пресвятой Августин писал, что человек не может жить в Африке, потому что эти люди не могут быть потомками Адама. Однако португальцы и я нашли там людей и жизнь, где, по его словам, жизнь невозможна. Он знает сердца людей, но, возможно, его познания в науке были несовершенны. Да? Ты хорошо начитан, Колумба, только в том, что касается космологии, Ваша милость, и Библии. Я помню, как наш Пресвятой Господь говорил, «Я даю вам заповедь, возлюбите друг друга, как я люблю вас». И, разумеется, это не богохульство передать это на берега Африки или через океанское море на берега Индии. Я никогда не буду столь же благородна, как мать Авеля. Ты никогда на мне не женишься. Если ты добьешься успеха в своей экспедиции, ты мне отправишься куда-нибудь очень далеко, где я буду умирать от тоски. И ты это знаешь. А может быть, ты никогда не вернешься. И я вечно буду пустой внутри. Я, может быть, не смогу жениться на тебе. Но я люблю тебя. И ты всегда будешь рядом со мной. Кристобальд! Ты должен идти! Что? Завещание комитета закончилось. Кристобальд! Я тебе не сказал о новости. Я должен уезжать. Мне нужно быть там. У меня будет ребенок от тебя. Королева уехала. на осаду Малаги. В ее отсутствие мы собрали нашу под эту комиссию. Мы считаем, что твои аргументы не могут опровергнуть доводы святых отцов, которые утверждают, что океанское море нельзя пересечь. Но, Ваша честь, решение окончательно. Я благодарю вас, святые отцы. Оля! 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 Продолжение следует... 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 Синьор Колумб. Может быть, та прежняя комиссия была не совсем права. Но вы и ваша мечта на протяжении этих двух лет часто посещали мои молитвы. Это означает, что мои молитвы услышали отклик. Нам очень нужны деньги. Маврос еще держит гренаду. Мы ждем подкрепления из Марокко. Но они ждут его тоже. И тем не менее, я готова выдать вам небольшую сумму. Вы можете продолжать ваше приготовление к экспедиции. Я благодарен вам, Ваше Величество. Диего! Ты не поможешь отцу? Я лучше посмотрю, как он это делает. Ты совсем не хочешь стать моряком? Вернандо, подожди. Я сделаю. Я надеялся взять тебя с собой, юнгой. Когда ты получишь корабль, отец, я уже буду слишком старым. Я тебе кое-что сейчас расскажу. Иди сюда. Смотрите. Я ведь не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Смотрите, это он, человек, который хочет плыть без корабля. Это он, человек, который хочет плыть без корабля. Крестобаль, Крестобаль. Господи, ну почему, почему ты забыл меня? Вот, видишь, то, что было на карте Марка, я здесь обозначил красным. Ну, вообще, ты не очень художник, конечно. Да, но ты настоящий моряк. Если вдруг ты придешь в себя и забудешь про Индию, я всегда найду тебе место на моем корабле. Теперь я жду ответа на английского короля. Я не сдаюсь. Да, может быть, Исаак тебя уволит. Я не могу его уволить. Он мне должен слишком много денег. Может быть, это тебе поможет. Поможет. Уф, отца Хуана, есть новости про Инквизицию. Про меня? Нет. Но я боюсь, тебя это может затронуть. Почему это может затронуть меня? Потому что ты работаешь у еврея. Это должно быть зачинено на всех службах. Приказано всем евреям или принять христианскую веру, или покинуть территорию Испании. Они хотят всех обратить в веру, лишь бы вы остались. Они хотят конфисковать их богатство, чтобы усмирить население. Но те, кто будет тайно поклоняться своему богу, будут считаться еретиками и будут сожжены на костре. Они и все те, кто им помогает. Это мой дом. Это все, что у меня есть. Я должен остаться. Нет, я не могу это сделать. Тебе придется все продать. И тебе заплатят очень мало за это. Я все равно не могу. А ты, Бенджамин? У меня есть новости от королевы. Азоры сдались. Мавры сдались. Испания вся христианская. Я всегда верил в тебя. Я верил, что ты добьешься своего. Я рад за тебя. Я не могу это сделать. Аллах, Акбар. Аллах, Акбар. Господь велик. Да. Он вернул Испанию за ему сыну. Услышав молитвы юной девушки. Господь велик. И наш долг ему бесконечен. Синьор Колумб. Вы прекрасно выглядите. Для меня большая честь, Ваше Величество, что вы подумали обо мне в минуту триумфа. В моем долгом переду Господом я намерен донести Его слово до Индии. Даже мне придется заложить собственную корону для этого. Вы будете предводителем экспедиции. Какую награду вы для себя ожидаете, Синьор Колумб? Я должен быть адмиралом Океанского моря. Я должен быть и вице-королем всех территорий, которые будут обнаружены моей экспедицией. Все это перейдет навсегда моим наследникам. Кроме того, это что, не все? Десятая часть стоимости всех товаров, которые мы купим у этих территорий. Без налогов. До этого момента я сомневался, хороший ли вы математик, но я теперь вижу, что я ошибался, Синьор Колумб. Я дам половину моей доли для того, чтобы поддержать вместе с Вашими Величествами крестовый поход, чтобы освободить святую землю от турков. Как щедр ты. Измени свои требования. Мы слышали это в условиях. Ваше Величество. Но если я добьюсь успеха, я не получу ничего. Если Франция или Венеция или Генуя пригласит меня, и я добьюсь успеха, их короли получат такое богатство и такую... Власть, иди во Францию, иди в Генуя, но никогда больше не угрожай мне. Крестобальд. Измени свои требования. Ваше Величество, я не могу это сделать. Крестобальд. Ты умеешь уговаривать женщин, Колумб? Я из Генуи, Ваше Величество. Я верю, что ты найдешь Индию. Бог осуществил мою мечту. И я хочу помочь тебе осуществить твою. Я знаю, мне это придаст силы. В те многие минуты, когда мне сила будет нужна. У меня тоже есть только моя гордость и вера в Бога, которая освещает мне путь. Да прибудет с тобой, Господь, Дон Крестобальд Колумб. Колумб, это самый большой корабль в мире. Назвеняет ныне капитан-генерал. Что вы скажете, Синьор де ла Коза? Вы отправитесь с ним в это святое пришествие? Королева заставила меня отдать мой корабль Колумбу, но даже она не может заставить меня отправиться с ним в эту экспедицию. Эй, Пинсон! У меня есть три корабля, но нет экипажа. Ты бы мог мне помочь. Отправляйся со мной. За геноэсом-картографом, который не был в море шесть лет, размечтался, Колумб. Хороший корабль. Может быть, чуть тяжеловат и узковат. Как еще кое-кто, кого я знаю. Крестобальд, дети. Дети заняты, они играют. А, Синьор де ла Коза, де ла Коза занят. Я не верю, что ты все серьезно, Крестобальд. Когда я буду отсюда на расстоянии тысячи лик, я буду смотреть на эти стены и видеть тебя. Неудивительно, что ты мог уговорить королеву. Ты будешь меня помнить, Крестобальд. 20 тысяч малавидис. 20 тысяч тому, кто сможет поставить яйцо. Сделать так, чтобы оно стояло вертикально. Как будто нам больше заниматься нечем. Это невозможно. Мы здесь только зря время теряем. Пусть Колумб сам попробует. Да, у него получится интересно. Это не честно. Ты не говорил, что можно разбивать яйцо. Я никогда не говорил, что его нельзя разбивать. Никто просто об этом не подумал. Никто не осмелился попробовать. Он смеется над нами. Это невежество. И трусость. Делать людей дураками. Слушайте меня. Я говорю, что хороший дисциплинированный экипаж доведет корабль до Индии. Дешевый маленький фокус. Это ничего не доказывает. Нас ждет море тьмы. Такое огромное, что даже если на том берегу есть кофея, ни один человек не доживет до конца этого путешествия. Он знает, что он говорит Колумб. Послушай его. Пусть говорит. Пусть он сам скажет. Мир круглый. Правильно? Вот где, где я стою, это будет начало и конец. 0 градусов и 360 градусов. Где стоит Мартин? 90 градусов. Делакоза. Половина земного шара. 180 градусов. Винсенте. Три четверти. 270 градусов. Это понятно? Не нужно оскорблять меня, Кристо Бальд. Длина Европы и Азии до кофеи примерно 360 градусов. Здесь кофея. Марко Поло дошел до кофеи, и он каждый месяц измерял свой путь. За кофей Себанго. Скажем так, 28-30 градусов. Марко Поло никогда не видел Себанго. Нет, мы об этом говорили китайские капитаны. Но мы не знаем точно. Океанское море 70 градусов мира, 45 миль, в градусе примерно 3000 миль от Палоса до Себанго. И 2400 миль от Канарских островов. Хорошо снаряженный корабль с дисциплинированным экипажем может пройти этот путь. А что, если твои расчеты не верны? Этого не может быть. Отец Хуан, вы бы отправились с ним? К сожалению, это невозможно. Но если бы это было возможно, никто на земле, кроме Святого Отца Вериме, не мог бы удержать меня на берегу. Подождите. А ты, Винсента? Я думаю, что я еще внукам буду рассказывать, что я пересек Океанское море. Господи, Боже, если мы найдем эти золотые дома и шелковые шарфы, мы их привезем нашим дамам. Верерос, нам нужен хороший плотник. Расписывайся и получай деньги. Живая семья будет жить, как короли, пока ты будешь танцевать с китаянками. Я буду думать, что нам придется танцевать с дьяволицами. Но с вами я поплыву куда угодно. Я хочу увидеть небесный город. Слова Марка Поло среди тебя с ума. Господь, Бог придаст мне мужество. Его воля, чтобы я отправился в это путешествие. Да ты наложишь штаны, как только земля скроется из вида. Сколько у нас не хватает народу? Человек двадцать. Лучше взять добровольца труса, чем недобровольца преступника. Нам и так придется их слишком много брать. Записывайте его. Ну хорошо, Бевес. Расписывайся и прощайся с жизнью. Гонзало. Матрос. Несколько зря теряем время. У нас нет выбора. Уже восемь человек диссертировали. Здесь никто не доживет до конца путешествия. Если они до сих пор здесь не умерли, они выживут. Вы знаете мою цель. Королева обещала просить всех, кто отправится со мной в экспедицию. Мне нужны добровольцы. Какое твое преступление? Убийство. Нет. Насилие и убийство. Я силен. Я многое умею. Если это купит мне свободу, я отправлюсь с тобой, Колумб, даже на край света. Именно туда, возможно, мы отправляемся. А ты? Я лучше буду жить, как крыса, нежели утону, как крыса. Нам бы не помешал хороший портной. Мы привезем шелк, прекрасные ткани, золотые нити. Еще подарок королевы. Капитану генералу. Родриго де Эскобер, к вашим услугам. Секретарь, который будет записывать все наши открытия. Родриго Санкес. Он будет пробовать металлы, которые мы найдем. Лода Террес, переводчик. Говорит на всех языках известного мира. Ты нам пригодишься. Альвара Рану, доброволец. От двора герзога Малина Челли. Отец. Ты сказал, 10 тысяч Малавидас, 5 тысяч сейчас, опять после путешествия. Если Колумб не добьется успеха, или еще лучше, вообще не вернется. В Португалии они говорят, что бы из Пани добилась успеха. А что если ты не вернешься Гонзало? Тогда что? Как бывший уголовник получит деньги из Португалии? Они найдут тебя. Мой отец говорил, что вы сможете обеспечить мне жизнь. Бенджамин, клянусь своей бессмертной душой, что прежде чем лишать тебя жизни, им придется решить меня. Даже если я не приму вашу веру, я знаю твое сердце. Во время молитв держись сзади. Только я смогу тебя видеть. Да пребудет твой Господь, Крестобаль. Я рассчитываю на него. Диего, присматривай за братом, пока меня не будет. Иди сюда. До свидания. До свидания. Я люблю тебя. Капитан? Что там у него с сыном? Он соблазнил мою сестру, когда я была 14 лет. Она забеременела. И Альвара назвал ее шлюхой и отказался от нее. Она утопилась. Ваши семьи здесь были более трех столетий. Церковь и королева умоляют вас остаться. Ваше место среди нас. Мы будем одним народом с одной верой. И пусть Бог благословит ваше путешествие. И ваше тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда я был два раза старше, я отправился прямо на запад. Прошел целую ночь. На рассвете мне хочется повернуть, иначе экипаж грозил бунтом. Что там? Ложись спать. Завтра день начнется рано. Слушаюсь, капитан-генерал. Завтра день начнется рано. Завтра день начнется рано. Завтра день начнется рано. Он один. Кто остальные? День-два он провисится на солнце и скажет нам все, что знает. Покажите ему, что мы делаем с преступниками. Капитан, осторожно. Все за работу. Внизу, внизу. Обломки корабля. Я спасу вас, сказал Господь, ибо Он любит меня. Я помогу ему и защищу его. Я буду с ним не бедствий. Это, наверное, мачта индийского корабля. Или китайской джонки. Да, или кусок Ноева ковчега. Корабль, это сломанный мачтей. А ты думаешь, что с ними случилось? Моралес! Одна же мне говорил один моряк из Венеции, что они видели огромных морских дьяволов, таких больших, что они могли проглотить целый корабль. Всю жизнь я гнался за солнцем, и, наконец-то, я чувствую, что я догоню его. Какой скоростью мы идем? 7-8 милей. Это наш секрет. В своем судовом журнале я записываю меньше. Потому что, иначе, экипаж будет жалеть, что вообще услышал имя Колумба. Осторожнее! Что такое? Кто будет нарушать порядок на борту? Что такое? Отвезите его. Иисус сказал, «Я есть воскрешение, и я здесь свет. Тот, кто верит в Меня, будет жить, даже если умрет. А тот, кто живет и верит в Меня, не умрет никогда». Нет, мы не должны идти дальше. Снять его. Нет, не трогайте его. Поверните корабль. Мы должны повернуть назад. Ну что, капитан-генерал, мы все умрем и не увидимся ни на западе. Доживем, Моралис, доживем. И даже разбогатеем. Слушай, слушайте меня все. Первый человек среди вас, кто увидит землю, получит пожизненную пенсию в 10 тысяч маловедиц в год от короля. 10 тысяч маловедиц. Перерос, Альваро. А остальные по местам. 10 тысяч маловедиц. Король будет потрясен собственной щедростью. Посмотри на них. Обещание золота сразу заставило их забыть страхи. По крайней мере, пока. В чем дело? Что он видит? Он одержимый. Курс на запад. Вперед, полный вперед. Почему он всегда знает? Это его дар. Иди на место. Продолжение следует... Продолжение следует... По крайней мере, по крайней мере. Продолжение следует... Дело не в том, как далеко мы уже зашли, Христобальд. Это ты ветер. Он же нам помешает вернуться назад. Ничего. Завтра у нас будет встречный ветер, все равно вы будете недовольны. Первый раз вижу, чтобы капитаны были недовольны, когда им дует попутный ветер. Ты хочешь вернуться? Ты все равно думаешь, что не найдет ничего, кроме собственного создателя. Он нас всех увезет в ад. Вот что я тебе скажу. КОНЕЦ Привет, мальчик. Меня послал капитан. КОНЕЦ Что случилось? Ничего, я упал. Что-то случилось? Земля! Я вижу землю! Я вижу землю! Я требую награды королям! КОНЕЦ 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 Все-таки, в конце концов, он разобрался в ветрах. Когда он вернется в Испанию, он будет героем. Если вернется. Капитан! Капитан! Тихо! Это туча! Просто туча! Ветер разогнал ее уже. Ветер разогнал ее. Ветер разогнал ее. Там ничего нет. Нас ждет придет только смерть. Да мы умрем из-за алчности Генуэзса. За работу. Закончил ее. Все-таки. Закончил ее. Среди. Из-за алкоголи. Если люди будут видеть его таким, они потеряют всякую веру. Ты говорила, что вера озарит мне путь. Но я вижу перед собой только море тьмы. Почему, Ваше Величество? Почему Бог оставил меня? Почему? Ваше Величество Значит, надо, очевидно, их приветствовать. Мне это поручила королева. Бунт будет наказан смертью. Если я не смогу привести в исполнение этот приговор, уверяю вас, это будет сделано в Испании. Еще есть Божья воля. Защищать жизнь своего экипажа. Капитан. Я принесу себя в жертву ради тщеславия безумца. Мы должны повернуть. Я видел судовой журнал. Тогда вы останетесь с капитаном генералом. Выбора у вас нет. Мне нужно подумать. Но сначала я должен поговорить со своими капитанами. Капитан Санта-Мария. Созвать капитанский совет сегодня в моей каюте. Вы слышали, что он сказал? Возвращайтесь на свои места. За начало обратного пути в Испанию. Господа, мы шли 32 дня, и я всегда сообщал вам, сколько мы прошли. Я сказал, что мы прошли более 1754 миль к западу от Канарских островов. Я лгал. Я лгал для того, чтобы не пугать наших людей. На самом деле, мы прошли более 2479 миль. Что вы теперь скажете, капитаны? Мы еще можем вернуться. Мы должны повернуть. Мы можем достичь Индии. Награда короля уже не удовлетворяет людей. Они готовы бросить тебя акулам. Три дня. Скажем людям, что мы будем плыть еще на запад три дня. Если мы не увидим землю утром четвертого дня, ты должен повернуть корабли обратно. В то утро, если мы не увидим землю, я дам приказ обезглавить меня. Я приношу эту клятву именем нашего Господа. Это усмирит людей. Нас обезглавят. Я выпишу приказ, что ты будешь капитаном-генералом. Выпишу своей рукой. Пинсон, я доверяю тебе. Я возьму. Птицы! 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 Наверное, земля уже недалеко. А может быть, или птицы живут на море. Кто знает, какие странные существа живут в этом море. Но это знак. Это точно знак. Это точно знак того, что земля близко. Сегодня ветра нет? Нет. Мы прошли уже все известные моря. Судя по всему, давно. Может быть, вы ошибаетесь. Я, может быть, неправильно рассчитал расстояние, но кофея все равно близко. Мы мерили глубину. 200 фатомов. Но мы не достигли дна. Следующая вахта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Капитан! Пинта! Видите свет? Какой? А это сигнал, что ли? Нинья! Нинья! Вы видите? Нет! В каком направлении? Впереди по курсу. Чуть левее. Ничего не видим. Но был же огонь. Был же. Это дьявол. Боже, спаси нас. Боже, жаль над нами. Нет. Это огонь Святого Эльма. Покровителем моряков. Так, что он слышит. Хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Привет, мальчик. Нет! Я тебе хочу кое-что показать. Подождите! Подождите! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня покровитель моряков был твоим покровителем Это значит хороший моряк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кристобальд Мне нужно так отчаиваться, друг мой Я всегда хотел умереть в море Это нашему другу Пинсону Давай побыстрее Делакоза, ты владелец корабля Я не могу это сделать Нет Я это сделаю Я не могу это сделать Я не могу это сделать Я не могу это сделать Подожди Подожди Возвращайся на Ниньо Дюзебе, быстро Нет Сначала мы покончим с этим А потом отправимся обратно в Испанию Убрать отсюда палача Земля 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 Впереди земля Я ратрыг из ряда Требую награду короля Земля Я тоже вижу Вон Класс Класс Пок temp中国 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо тебе, Господи! Спасибо всем ангелам и святым! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Хорошо, Казахстан, слушаюсь! Рикардо! Добро пожаловать в Казахстан! Рикардо! Людей на берег! Добро пожаловать в Казахстан! 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 И в честь нашего Спасителя, который привел нас сюда, я называю эту землю Трансальвадор. Аминь. Скажи им, что мы хотим встретиться с их мэром из России, являются ли они подданными великого хана. Не дадам. Но вы, и 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 вы. Ком. Они... Да ладно, Витарес. Они не говорят ни на каком языке. Ну, конечно, говорят на каком-то языке. Это не цивилизованный язык. Если португальцы могут разговаривать с африканцами, испанцы будут разговаривать с индейцами. Витарес, начинай учить их язык. Посмотри на его нос. А что? Большой. Санчес? Санчес? Прекрати. Вы же пугаете его. Золото. Это золото. Это золото. Винсенте. Да, адмирал. Твой брат вчера нас оставил нас. Санчес сказал, что на других островах. Реги золота. Мартин, наверное, отправился туда. Или, может быть, твой брат отправился в Испанию, чтобы присвоить мою награду и мою славу. Нет. Никогда. Такого он никогда не сделал. Да. Дочь вождя, адмирал, с соседнего острова. Скажи ей, что я с удовольствием принимаю ее подарок. И что за это я дарю ей то, что мне дала моя королева. Это просвещение, которое принесет вам наша вера. Скажи ей, что теперь мы отправимся на ее остров. Я бы хотел, чтобы она и ее отец стали моими гостями за ужином. Объясни ей, что завтра день рождения нашего спасителя. И сегодня мы празднуем и радуемся. Приготовить корабли. Чете. Вносишьவındaki белые колеси! В附а diesen Escort, вы поняли, что все правное disposition. Вemente, в этом году! Америки! А performance! Аركст! Америки! а арон а хики сики Сыкки! Ли Торрес! Очень вкусно! С Рождеством вас! Счастливого Рождества! Вино! Счастливого Рождества! Ни Чичи! Ни Чичи! Ни Чичи! Ни Чичи от нас вам! Счастливого Рождества! Счастливого Рождества! Счастливого Рождества! Испанский клинок! Счастливого Рождества! 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 Это была Божья воля, чтобы Санта-Моризия села на мель. Провидение избрало это место для первого христианского поселения. Я называю его Новедад, Рождество, потому что это случилось в виде рождения нашего Господа. Индейцы — добрые и щедрые люди. И я думаю, что их всех можно обратить святую веру нашей королевы. Они помогут нам строить, помогут нам исследовать эту землю. Они приведут нас к горам золота. Я оставляю здесь Диего Харана, Домовозвращения весной. Мы просим Господа благословения. Пусть Он защищает и охраняет нас. Аминь! Пинта! Испании нужны не только новые души, крестобальцы. Испании нужно золото. Пока ты проповел Слово Божье, я отправился исследовать земли без моего разрешения. Я прошу прощения, адмирала, за то, что не послушался меня, или за то, что привез так мало. Это все, что мы нашли. Пусть Пинтсон прикажет людям сдать все золото. А где же шелковые шарфы? Где золотые дома? Завтра мы отправляемся в Испанию. Приготовить экипаж. Что вы сидите? Работайте! На ваших сейфов. Ну, теперь мы посмотрим, у кого будет более сильный попутный ветер. У меня нет золота. Приказ выполнен, адмирал. Своё золото ты получил. Это золото Испании, друг мой. Торквемада и королева ждут новых христиан. Мне нужно шесть язычников, которых мы сможем обратить в христианство, чтобы мы могли представить королеве. Возьми золото, Крестобальд. Неужели этого мало? Хорана, выбери шесть самых лучших людей, и чтобы они были на борту Ниньи. К отпрытию. К отпрытию. Крестобальд. 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 Я прочту вам. Мы, очевидно, потеряли их в тумане. Никого не видно. Адмирал знает ветер. Мы ему не нужны. Это его экспедиция. Ему не нужен ничей совет. Моралис, пойди полови рыбу. Я тебе ее верну, когда закончу с ней. У тебя полно своих женщин. Это... Это моя. Оставь ее. Я говорю серьезно. Подумай, Моралис. Подумай. Стоит ли умирать за нее? Здесь сотни таких. Моралис! Теперь они знают, что мы не боги. Я всегда знал, что ты не бог. Ты убийца. Насильник. Вор. Ты арестован. Я обещаю, что тебя похоронят в море, отец. Нет. Я обещаю, что ты не боги. Я обещаю, что ты не боги. Я обещаю. 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 Прости меня, отец. Пожалуйста, прости меня. Достаточно было убито людей. Вставай. Похороните его в море. Немедленно. Адмирал, они отказываются. Я обещал. Обратить их в веру истинную. Цепи на них. Цепи. Виторис, скажи им. Те, кто не станут христианами, будут рабами. Испании нужны и те, и другие. Держите его. У адмирала есть еще приказания? Терерос, всех их в цепи. Виторис, продолжайте. Продолжайте, сказал. Пойте со мной. Ради себя пойте. Пойте. Хорошо, хорошо, еще раз. Ваше величество, я сообщаю вам о том, что нами обнаружен новый мир. Сокровища, о которых вы не могли. Колумб привезет золото. Бог пастырь мной. Что там у тебя? Подарок? Давай. Давай. Давай сюда. Это вещи моего отца. И он приведет меня к спокойным водам. И воскресит душу мою. Что? Что? Что смотрите? Что вам от меня нужно? Что вам от меня нужно? Что вам от меня нужно? Колумб глупец. Подумать, что такие язычники, как вы, могут стать сыновьями церкви. Посмотрите на себя. Посмотрите на себя. Вы просто дикари. И не больше. Сколько мне еще нужно будет убить? Сколько? И он приготовит стол мне, в присутствии врагов моих. И милосердиво будет со мной всегда. И я пребуду в доме Божьем навсегда. И я пребуду в доме Божьем навсегда. Бог хотел, чтобы я совершил это путешествие. Он хочет, чтобы мы были сильными. Чтобы мы вернулись в Испанию с триумфом. Господа, адмирал! Перерос, снять цепь из индейцев. Слушаюсь, адмирал. В этой бутылке запись всего, что мы открыли. Я подписал дом Грзобаль в Кабун. Вице-король Индии. И адресовал ее королеве Изабелле. Вы заслужили свой триумф, адмирал. Что такое мой корабль? По сравнению с теми открытиями, которые совершили во славу Испании. Субтитры создавал DimaTorzok Мария! Это же Нинья! Да здравствует Нинья! Да здравствует Колумба! Ты победил, адмирал. В нашей последней гонке. В гонке за жизнь. Ерунда, ты поправишься. И вместе мы отправимся ко двору короля и королевы. Я, Лима, ты сидел за тобой. Картограф. Тебе всегда сопутствовал попутный ветер. В августе мы отправились на юг. Ветер дул с востока. Зимой, когда мы возвращались, мы плыли на север. И ветер дул с запада. Твой секрет, да? Секрет ветра. Да, есть целые реки ветра, которые дуют в том и другом направлении. Это и был твой славный секрет. Но что ветер принесет корабль через весь океан, я этого не знал. Но мы с тобой это доказали. Мы совершили удивительное плавание. Христофор. Только смотри, чтобы алчность не заковала тебя в цепи. Иди. Иди за своей заслуженной славой. И да пребудет с тобой Господь. Да пребудет Господь с тобой. Да хранит тебя Господь, Мартин. Он был родом. Он был рожден для того, чтобы совершить этот подвиг. Христофор. Если бы я знал, что он добьется успеха. Такие почеси, такое богатство. И все генуэзцу. Какой прекрасный день для Испании. Встань, Дон Христофор Колумб. Встань, Дон Христофор Колумб. Мы должны приветствовать себя в этот день Божьего благословения. Ваше Величество, Ваша Милость. Вы возрадуетесь, узная, что я пронес Слово Божие через океанское море. Ваше Величество, из Вашего нового королевства, новые христианские души. А вам, Ваше Величество, сокровища, которых Испания еще не видела. Ариэль еще не объявил себя апостолом. Это цитирует Священное Писание. Ты можешь быть посланником, но Бог указывал мне путь. И Он будет судить тебя за то, что ты сделал. Преклони передо мной колени. Я, Фердинанд Арагонский, объявляю, что отныне ты будешь называться Адмиралом Океанского моря. И вице-королем Индии. Ты можешь стать. Адмирал Колумб. Вы служили наше уважение и восхищение. Но где мое золото? Покажи мне Кристобальд. Покажи мне новый мир. Ваш новый мир. Вот, Ваше Величество. Вот. Ваше Величество. Ваше Величество. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok